Новые этапы в развитии отношений с Центральной Азией. Коллегия из Туркменистана говорила о том, что для стран Центральной Азии, для тех, у кого нет выхода в Мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате, в многостороннем Центральной Азиатском, для того, чтобы все вместе искать такие возможности и каналы. Завершился второй тур выборов в Турции. Юрфак КФУ здесь становится легендами. Сегодня мы реализовали нашу давнюю мечту поставить в университет источник чистой воды, мы его назвали источник добра и справедливости, чтобы вода, о которой будут пить студенты, преподаватели, напоминала о миссии юриста быть целовой справедливости в нашем обществе. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Виктория Бояренцева. 25 мая на базе Института международных отношений прошел молодежный форум «Россия. Центральная Азия. Укрепление гражданской идентичности, молодежной среде как фактор геополитической стабильности». О всех подробностях мероприятия узнаете в следующем сюжете. Официальное открытие мероприятия прошло в актовом зале имени Карла Фукса. Здоровый максимализм, присущий молодым людям, является двигателем общественных преобразований в самых разных сферах жизни. И очень важно, чтобы мы этот максимализм, эту энергию могли правильным образом использовать, в том числе для реформирования нашего государства. Первым спикером на мероприятии выступил доцент Московского государственного института международных отношений, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Он поделился пятью важными процессами современного мира, в которые вошли геополитический беспорядок, кризис универсальной модели социального развития, возникновение новой экономической географии, построение неограниченной глобализации благодаря избавлению идентичности и возвращение к ситуации конкуренции подобного. Очень важно также отметить, что мероприятие построено по принципу взаимодействия академической культуры, аналитической культуры и просто межкультурного взаимодействия. Мне кажется, что это очень важный подход, который помогает получить некое целостное видение происходящих событий и процессов. Темой следующего пленарного доклада стало формирование гражданской идентичности у студентов-мусульман в Российской империи. Спикером выступил профессор кафедры регионоведения и евразийских отношений Айдар Хабуддинов. Во время выступления поднимались вопросы становления политической истории, социологии тюркского мира и формирования классического российского исламоведения. Было настолько сильное понимание российской идентичности, что даже если человек не был юристом, даже если он не был формальным политиком, то когда дело доходило до дела, они были сторонниками федеративной России. В последнее время в период глобализации происходит разрушение культурных кодов. Что предполагает изменение социальных убеждений и понимание ключевых смысловых понятий у молодежи. Чтобы разобраться в этом, в мероприятии выступил профессор кафедры философии и религиоведения, кандидат исторических наук Александр Савин. Анализ культурных кодов – это ключевая вещь для понимания работы идеологической, воспитательной, как будет действовать в том числе потенциальный противник и так далее. Еще одной темой, затронутой на форуме, стало обсуждение саммитов России-Центральная Азия и Китая-Центральная Азия. Первый саммит прошел в октябре 2022 года в Астане совместно с президентами России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече затрагивались проблемы обеспечения мер защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке и вопрос о региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане. По итогам саммита участниками было принято совместное заявление о важности сопряжения потенциалов стран региона. Коллегия из Туркменистана говорила о том, что для стран Центральной Азии, для тех, у кого нет выхода в Мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате в многостороннем Центральной Азиатском, для того, чтобы все вместе искать такие возможности и каналы. Вторым на очереди был саммит Китай-Центральная Азия, который стал эпохальным событием. По итогам встречи министры иностранных дел Китая и пяти Центрально-Азиатских республик заявили, что следующие 30 лет станут золотыми в развитии отношений в формате «Китай плюс 5». Предлагаем создать партнерские отношения Китая и Центральной Азии по энергетическому развитию, ускорить строительство четвертой линии Казапровода Китая и Центральной Азии, продолжить увеличение объема торговли углеводородами, развить взаимодействие по всей производственной цепочке. Доцент международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Альберт Белоглазов в своем выступлении подробнее рассказал об основных положениях саммитов и их роли в обеспечении геополитической стабильности в регионе. Вы видите, что со всеми государствами у нас сложились отношения стратегического партнерства и почти со всеми союзничества. Ну, почти это без Туркменистана. Четыре из пяти имеют союзнические договоры. И поэтому наши основные задачи всегда были обеспечить региональную безопасность в регионе, продвигать евразийские интеграционные процессы и укреплять двусторонние отношения. По завершению форума было достигнуто успешное объединение студентов из разных университетов и получение ими бесценного опыта на примере рассмотрения сотрудничества России с дружественными и соседними странами. Кристина Отёгина, Универньюз. 28 мая завершился второй тур выборов в Турции. Эрдоган обогнал своего соперника и получил власть еще на пять лет. Подробности в следующем сюжете. Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал менее 50% голосов. Его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылыч Дараглу, переломить ситуацию между турами не смог. И второй тур завершился победой действующего президента. Для победы кандидат должен был получить большинство голосов. Эрдоган набрал более 52%, обогнав соперника на 4%. На протяжении всего времени он выступал в качестве безусловного лидера. Можно говорить о том, что первый тур голосования также указал на то, что он, скорее всего, победит на выборах, поскольку даже в первом туре у него был существенный перевес голосов. 52% голосов, отданных за него в втором туре, они свидетельствуют, конечно, о высокой степени доверия турецких граждан к своему действующему президенту. За новый президентский срок Эрдоган обещал народу Турции многократное снижение уровня инфляции, которое в 2022 году стало выше 64%, поддержание ежегодного темпа роста экономики на уровне 5,5% и достижение ВВП в 1,5 трлн долларов. А также снижение уровня безработицы, достигшее в 2022 году 10,4% до 7%. Предвыборная кампания Эрдогана проходила под лозунгом активных дискуссий о реформах, ключевым вопросом из которых стало положение Турции после масштабного землетрясения. Эрдоган предлагает комплексную программу восстановления разрушенного потенциала. В том числе имеется обширная жилищная программа строительства, строительство различного рода социальных, промышленных объектов. Таким образом, окончательное преодоление последствий землетрясения – это одна из ключевых задач в программе Эрдогана. Что касается внешней политики, то Эрдоган неоднократно указывал, что выступает сторонникам сбалансированной политики и не отказывается от контактов как с Западом, так и с Россией. Такая многовекторная политика выгнана для России в условиях санкционной политики. Перспективы развития взаимоотношений двух стран проявляются в крупных совместных проектах. Среди них создание газового хаба на территории Турции, благодаря которому Российская Федерация сможет поставлять газ в различные регионы через турецкую территорию. И уже работающий совместный проект – строительство и реализация атомной электростанции «Аккую». О том, что Россию вполне устраивает переизбрание Эрдогана на очередной срок, мы можем судить по заявлениям руководства нашей страны. Но, в частности, мы уже сейчас можем сказать, что президент России поздравил Реджеп Эрдогана с избранием на очередной срок. При этом было подчеркнуто, что политика Турции, она для России является очень положительной. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что победа Реджеп Эрдогана вполне вписывается в интересы Российской Федерации. И сотрудничество между странами при действующем президенте Турции должно быть реализовано в полном масштабе. Элина Александрова, Калина Саяхова, Универ Ньюз. Одним из старейших высших юридических учебных заведений в России является юридический факультет Казанского Федерального Университета. Преподавать право здесь начали еще в 1805 году. О легендарных профессорах и студентах расскажем в следующем сюжете. Ноябрь 1804 года. Император Александр I подписывает утвердительную грамоту и устав одного из трех старейших российских университетов – Казанского. В его стенах свою работу начинают четыре учебных подразделения. Одно из них – нравственно-политическое. Здесь студенты изучают право и процесс судопроизводства. Этот момент стал точкой отчета истории юридического факультета. Учиться здесь было почетно и престижно. В стенах Казанского университета преподавали выдающиеся деятели. К примеру, первый русский ученый-правовед и ректор университета Гавриил Солнцев, основоположники российской цивилистики Дмитрий Мэйр и Габриэль Шершеневич. В числе первых студентов факультета был писатель Сергей Аксаков. Здесь также учились Лев Толстой и Владимир Ульянов. Годы шли, а статус юридического факультета только укреплялся. Десять кандидатов на одно место. И это было все равно, что стать космонавтом. И учиться было великой привилегией, особенно у наших учителей, людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Вот те самые поколения победителей. Они передали нам удивительные ценности, которые были стержнем нашей работы в качестве юристов. И я горжусь тем, что закончил один из лучших юридических вузов Советского Союза того времени, а сейчас и Российской Федерации. В минувшие выходные состоялась встреча выпускников юридического факультета 1983 года. По их словам, именно здесь был заложен фундамент их будущего. Вся моя жизнь практически, она стартовала здесь. Здесь нас запускал наш декан на орбиту большой жизни. А то, что знания юридических факультет давал лучшее, это позволило мне выделиться в Ленинграде тогда, в Санкт-Петербурге. И все последующие мои шаги жизненные, и сама карьера, и вся удача, это все было заложено здесь. В знак благодарности родному университету выпускники установили в главном здании фонтан с водоочистной системой. Сегодня мы реализовали нашу давнюю мечту – поставить в университете источник чистой воды. Мы его назвали источник добра и справедливости, чтобы вода, которую будут пить студенты, преподаватели, напоминала о миссии юриста – быть слугой справедливости в нашем обществе. Юридический факультет Казанского университета с момента своего основания направлен прежде всего на воспитание личностных качеств студентов. Выпускники его традиционно славятся своими научными достижениями и успехами в профессиональной деятельности. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояренцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!